Приветствую, друзья! С вами на связи Александр. И, возможно, вы в своей музыкальной практике сталкивались с подобной ситуацией, когда гитарист, возможно, на начальном этапе обучения, разбирает ту или иную композицию по нотам или по табам, и вот он же разучил все произведение от первого такта до последнего, исполняет, все играет чисто, все пальцы зажимают на нужных ладах, все струны щипают в нужный момент, а мелодия не прослушивается. Те же самые ноты берет более опытный гитарист или табулатуру, исполняет эту композицию, и мелодическая линия четко прослеживается, четко прослушивается. В чем здесь секрет? А секрет здесь в умении грамотно и правильно расставлять акценты. Дело в том, что когда вы исполняете то или иное произведение, то среди множества нот, чтобы подчеркнуть мелодическую линию, необходимо в нужный момент, на нужной струне, сделать акцент, то есть как бы чуть сильнее щипнуть струну тем или иным пальцем. Мы сейчас с вами возьмем в этом коротком видео уроке небольшой этюд, композитором которого является Сагререс, этот этюд в ре миноре, и мы сыграем его в трех вариациях. И каждую вариацию я сейчас наиграю и объясню коротко, в чем здесь суть. Значит, смотрите, первую вариацию мы сейчас играем, то есть мы будем играть три раза один тот же этюд, это условно мы называем, что вариация. Этот этюд записан триолями, и когда мы сейчас будем его исполнять, будем акцентировать первую струну безымянным пальцем. Послушайте, как звучит эта короткая композиция. Вот таким вот образом. Теперь продолжаем дальше тренироваться, репетировать, и наша задача сейчас акцентировать не первую струну, а вторую струну в каждый из триолик. И, соответственно, мы будем вторую струну акцентировать уже средним пальцем правой руки. Посмотрите, та же самая композиция, но каким образом меняется звук подачи. Согласитесь, да, что звучание уже другое. Хотя те же самые ноты, тот же самый размер, ничего мы в аппликаторе не меняли, но из-за того, что смещен акцент, абсолютно другая картинка создается. И, наконец, третья вариация. Мы сейчас уже будем акцентировать третью струну, в отличие от предыдущих двух вариаций, когда мы первую и вторую акцентировали. И если мы первую акцентировали безымянным пальцем, вторую струну средним пальцем, то третью струну мы будем акцентировать указательным пальцем. Вот такое вот мне показалось будет упражнение полезным для вас. Этот этюд, он достаточно мелодичный, как вы могли слышать. И если вы его поиграете каждый раз при исполнении, смещая акцент с одной стороны на другую струну, вы овладеете в лучшей степени навыком акцентирования. И, соответственно, когда будете играть различные композиции, сможете более четко, конкретно подчеркивать мелодическую линию. На этом я данное видео хочу закончить. Пожелать вам всего самого наилучшего. Если вы для себя что-то полезное подчеркнули из этого короткого нашего общения, из этого видеоурока, обязательно ставьте лайк этому видео, подписывайтесь на мой канал, если еще не подписаны. И обязательно делитесь этим видео в социальных сетях со своими друзьями, для того, чтобы они тоже улучшали свои навыки в плане игры на гитаре. Желаю вам хороших выходных, всего доброго, пока!